сегодня 15 августа 2020 года дача на южной окраине симферополя я хочу вам сегодня рассказать план видео заключаться в том что я расскажу немного о кизили о сборе урожая своем покажу загрузку урожаем ну и расскажу о своем путешествии сегодня в питомник волковых в селе донском давим конечно бог здоровья молодцы люди пропагандируют наши культуры крымские местные но вот вот этот сорт старокиевский в принципе вот это первый более-менее нормальный урожай садил его в двенадцатом году то сейчас ему лет восемь честно говоря не особо его поливал но с этого года я его начну поливать сделал приствольный круг я честно честно говоря больше концентрировался на нашем сорте семён вот в этом году меня этот сорт старокиевский очень и очень порадовал своими размерами своими своим урожаем посмотрите он как маленькая сливка это ранний сорт особенность ранних сортов заключается в том что они по мере созревания они попадают но ничего в этом страшного нет дело в том что вот на данный момент вот когда они висят в таком виде они достигли технической спелости то есть это та спелость которая позволяет их собрать пока не тверденькие и от 3 до 5 дней их положить где-нибудь в теньке и они дойдут станут мягкими и сладкими сейчас они конечно кисловат и терпковат и невелик получился первый урожай всего лишь полтора килограммов завесил вот вес 10 это ветер сейчас пошел сбивается в общем здесь средний вес одной ягодки 6 граммов вот такого ягода на фоне косточки то есть косточка занимает небольшую часть объема вот так выглядит культурный сорт на фоне сеянца основной мой сорт кизила это сорт семен я занимаюсь саженцами этого сорта привитые саженцы семена с великолепной корневой системой дам под видео свою почту надо будет если кому обращайтесь он еще не набрал свою форму точнее свой размер он еще будет расти это поздний сорт видео по сбору урожая с этого дерева я буду снимать наверно в первой половине октября когда он полностью будет спелый у него особенность этого сорта в том что он не опадает по мере созревания его можно собрать за один раз как бы дождавшись спелости всех всех ягодок ну а вот сорт светлячок в принципе я немного изменил о нем мнение в лучшую сторону до этого он мне казался мало урожайным но вот в этом году если присмотреться урожай он даст неплохой и вот видите насколько неравномерно спеет вот то что созревает она тут же падает поэтому сбор урожая на таких сортах приходится осуществлять в 45 этапов то есть срывается вот такие вот ягоды красного цвета они дозревают остальные собираются по мере по мере созревания вот у меня есть еще такой сорт коралловый то есть можно его уже собирать и меня приятно поразило то что вот он перезревший плод вот он уже мягкий и он не падает висит он очень очень вкусный хоть и помельче вот остальных культурных сортов вот мой кизил семена на солнце он здесь немножко уже больше чем по размеру чем тот который он показывал потому что предыдущий семён был в тени здесь он раньше поспели поспеет и уже вот сейчас он ощутимо крупнее саженцы кизила получают методом окулировки вот эта школка первого года за первый год они не подходят тем стандартам которые требуются для окулировки то есть толщина саженца в месте прививки должна быть примерно как толщина карандаша то есть его приходится два года выращивать перед прививкой и вот в следующем августе у нас прививают окулируют где-то в середине августа следующем августе я буду его окулировать прививать то есть время для получения саженца достаточно длительная то есть это не получить отводок с фундука который как известно можно получить за один год вот такие вот красавцы растут на прививку на следующий год под видео я дам информационные материалы ну ссылки на свои видео на видео николая винтера по кизилу я о нем рассказывал уже очень долго не буду каждый раз повторяться кто захочет просмотрит освежит в памяти или узнает если не знал но вот от себя в двух словах еще скажу я под впечатлением разговора с владимиром григорьевичем волковым значит у него у них посадки кизила гектарной я ходил там среди них там они посадили в ряду три метра и у них уже там все ветки замкнулись идет уже сбор урожая но как я сказал частичный то есть в 45 подходовых собирают ну с его слов спрос колоссальный он просто звонит говорит когда у него будет этот урожай и к нему назначенный день приезжают оптовая цена на килограмм кизила у нас сейчас но на течение годов не меняется это примерно доллар оптовая цена то есть у него забирают по доллару за килограмм переведите в свои местные валюты вот у меня восьмилетний кизил сорта семён дал урожай 20 килограммов в период своего полного оплодоношения кизил дает 60 70 килограммов ну уж по крайней мере 30 40 это точно при плотности посадки 6 на 3 на гектаре помещается где-то 500 деревьев вот 500 умножьте на 50 получится 25 тонн и это заниженная цифра потому что в литературе дается даются больше урожая из гектара то есть эта культура ну просто супер интенсивная она сотни лет плодоносит так же как и зил так же как и фундук вот но в отличие от фундука эта культура ничем не болеет ничем не болеет и не требует какой-то специальной обрезки нет вот этих танцев в бубнах с бубном как с фундуком в первые годы особенно эта штамбовая формировка потом обновление веток практически никакой обрезки вся обрезка заключается только в том чтобы убрать загущающие ветки это если захотите почему потому что кизил это теневыносливая культура и она закладывает плоды самых теневых местах где никакая другая культура плоды закладывать не будет прошлом году я хотел купить в питомнике волковых оптовую партию саженцев кизила ну для отправки вот но мне было сказано что уже на 5-6 лет вперед все расписано все оптовые поставки все расписано и если вы хотите вы можете осенью к нам приехать взять там для себя два-три саженца но не больше ну как говорится тот кто хотел меня услышать он услышал я попытаюсь он параллельно с прививочной с прививочным методом получения саженцев открыть у себя еще тему отводка в кизила вот горизонтальные отводки буду выкапать в этом году не пошел третий год вот была пригнутая ветка вот и вот весь этот ряд отводков им пошел третий год то есть вот за третий год они вымахали высотой больше метра где-то метр двадцать буду снимать сам процесс и вот этот вот этот посадочный материал корни собственный и послужит у меня так сказать началом закладки маточника горизонтальных отводков то есть это будут горизонтальные отводки корни собственный хочется мне посмотреть на все это дело у меня уже растет корни собственный фундук сорта семен есть несколько саженцев несколько лет ему здесь уже как он растет вот и хочу я по методу махно по методу получения саженцев фундука по методу махно поступить и с этим кизилом то есть его в следующем году где-то вот так вот обрежу пойдет поросль и я ее попытаюсь укоренять методом вертикальных отводков ну что будет получаться я буду вам показывать но еще контрабандные покажу свои вот такие вот помидоры есть несколько кустов лет десять назад купил в переходе мужичка и вот все десять лет сохраняется этот семенной фон то есть он никак не меняется сортность сохраняется вот такие вот интересные помидоры то есть он настолько тяжелый что он бы обломался себе его не привязал к стеблю ну вот такие вот они получаются очень интересные лучшие мои помидоры это вот вот эти вот желтые то же самое 10 лет назад купил с рук каждый год собирая семена сажаем не переводится вот как были не вот такие желтые вкусные крупные огромные так и не остаются потихоньку дозревает моя основная культура фундук сорта трапезунт сезон саженцев откроется с конца октября месяца вот такой красавец начинает созревать виноград кстати вот этот сорт восторг я тоже приобрел в питомнике волковых начинают уже летать здесь косы буду уже сделать ловушки для них четвердак и я прощаются с вами всем добра и мира привет из крыма